На проталах СГЭД поступил вопрос. Виновен ли больной психически, например, параноик или же софреник в навязчивых гордых помыслах? Я, как священник, наблюдал неоднократно, притом как-то изнутри, благодаря исповеди, о внутреннем мире таких людей, психически больной шизофрении или эпиллярном расстройстве личности или что-то в этом роде. Знаете, это очень непростой вопрос. Почему Бог им это попустил? Вы знаете, по моим наблюдениям, иногда люди после того, как они стали больными, духовно становятся более здоровыми. Люди, которые были очень гордые, получив расстройство серьезное психическое здоровье, становятся намного на порядок более смиренными. Как один мне муж говорил, что моя жена была похожа, как будто она была дочерь какого-то очень скопоставленного человека, хотя она была из такой очень скромной семьи. Но когда у нее появилось расстройство такой вот и психики, она стала очень смиренным человеком. после таких слов понимаешь, почему иногда Бог, возможно, пускает вот такое расстройство внутреннее психики для спасения души этих людей. Бог ничего просто так не делает, просто так не наказывает, просто так у Бога ничего не бывает. Раз это Бог попустил, значит, это для человека, возможно, будет более простой, короткий или даже как-то не странно легкий способ спасти свою душу. А да, у них бывают очень навязчивые помыслы разного характера, и там, и гордого, и такого, и сякого. Но они, знаете, люди-христиане с такими болезнями, а с ней, они с ними тоже эффективно борются. Им, конечно, сложнее, чем нам, обычным людям нормальным, но они с ним эффективнее борются. И я думаю, они в этой борьбе, которая для них более сложная, они более увенчаются от Бога некими какими-то духовными почестями, чем мы с вами. Я видел, как одна женщина, когда ее заболевала психиатрическая отложка, я там присутствовала, так получилось. Она думала, что она в аду, вокруг все бесы. Я, там, муж ее, там, и так далее. Все бесы. И она вот таким взглядом, лучезарным кричала, вы можете меня разорвать, но я Христа не предам. Мученица. Вот ее Господь поставил такие условия, когда она стала мученицей. Там в самом натуральном смысле этого слова. И я был просто поражен. Человек был готов на мучения, лишь бы не предали Христа. Понятно, что это все было виртуально, только плод ее болезни. Но тем не менее, в рамках вот этого, так сказать, видения мира, она осталась верна Христу. Может, ради этого Господь это попустил. Мы это все в рамках нашей жизни все размышляем. О нашей жизни только это начало настоящей жизни. Но очень важное начало. И вот как мы здесь определимся, будет уже и в вечности. И вот эти болезни позволяют людям, возможно, определиться в лучшую сторону, чтобы стяжать настоящее духовное блаженство вечности. Ну и здесь они тоже, хотя не просто, но зла вам иногда в душе становится меньше, а не больше. Но это зависит от человека. Бывают злые сумасшедшие, бывают добрые сумасшедшие. Это, как всегда, зависит от человека. От его выбора. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись. Субтитры создавал DimaTorzok